Всем привет, с вами Информ ТВ. Людмила Михайловна Савельева – российская народная артистка театра и кино. Она родилась в 42-м в Ленинграде прямо во время блокады. О ней заботились мама и бабушка. Женщины шли на огромные жертвы, чтобы прокормить и вырастить девочку. С раннего детства будущая актриса проявляла тягу к искусству. Ее любимым развлечением было танцевать и изображать кого-то перед зеркалом. Сразу после снятия блокады и начала возрождения города бабушка, разглядев талант Люды, отдала ее в балетный класс. Девочка делала большие успехи и в списке лучших окончила танцевальную школу. Как только получила диплом, устроилась на работу в труппу местного театра оперы и балета. Постановщики спектаклей пророчили Людмиле большое будущее в этой сфере, но судьба распорядилась иначе. Помощница Сергея Бондарчука, который был утвержден в качестве режиссера фильма «Война и мир», увидела выступление юной балерины и была очарована. Она пригласила Люду на пробы. Они прошли успешно, а девушка получила главную роль Наташи Ростовой. Съемки затянулись на годы. Людмила пыталась успевать и сниматься, и танцевать в театре. Но организм не выдержал такой нагрузки. Девушка сильно исхудала, от изнеможения периодически падала в обмороке. В итоге ей пришлось выбирать между двумя любимыми профессиями. Она решила бросить балет, остановившись на актерской карьере. Во время съемок Люда познакомилась с актером Александром Збруевым. Между ними очень скоро завязался роман. Со временем они поженились, а спустя год у них родилась дочь Наталья. Ее назвали в честь героини, которую сыграла Савельева в экранизации романа Толстого. Фильм «Война и мир» тогда имел огромный успех. За роль Ростова и Людмила получила номинацию на Оскар, а после чего на нее посыпалось множество предложений от известных режиссеров. Впоследствии она сыграла главную роль в более чем 20 фильмах, и каждый из них был признан шедевром. А вот в личной жизни было все не так радужно. Александр был уличен в неверности, доказательство чему было появление внебрачной дочери. А подросшая Наташа перенесла серьезное психическое расстройство из-за измены отца и неразделенной своей любви. Со временем Людмиле удалось простить мужа, и супруги сумели спасти брак. Сейчас они живут душа в душу, стараются избегать мыслей и упоминаний о былых проблемах. Они активно участвуют в жизни дочери, всячески ее оберегают и поддерживают во всех начинаниях. А как вы считаете, правильно ли она сделала, что сохранила брак? Пишите в комментариях. Если вы помните замечательную Наташу Ростову, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!